Вот они, ребята, первые в истории человечества колонки со входом HDMI в акустике, HDMI, в акустике. Обещал же я рассказать про клепши активные, вот они, пожалуйста. Эта модель называется The Fives, то есть пятерки. И название такое, да, определенно апеллирующее к профессиональному сленгу. Ну, так студийный монитор обычно называют, типа пятерки, восьмерки, шестерки, ну, по размеру, собственно говоря, основного драйвера. И здесь он как бы пятидюймовый, если верить названию. На самом деле он четыре с половиной дюйма, вот везде хотят, вот это вот самое. Ну ладно, этой серии акустики Мастер Гампс, в данном случае Бразенков, продолжает, значит, историю о том, как активные беспроводные колонки пытаются отобрать хлеб у классических хай-файных стереофф. Хайфонических систем, потому что вот эти вот уже играют в совсем-совсем опасной нише, а именно до 100 тысяч рублей, потому что стоят они сейчас что-то в районе 93, надеюсь, курс еще не упал за период от съемки этого видео до его выхода. То есть получается, что за эти деньги вы действительно можете купить самый недорогой хай-файный комплект. Ну то есть типа там 30 тысяч колонки, 30 тысяч усилителей, 30 тысяч какой-то источник. Все. Плюс еще про провода не забудьте. То есть это придется сократить хотя бы до 25 цену компонентную. Ну короче, это прямо впритык. А здесь тебя опять-таки все вместе, да еще и с HDMI. Да, но если серьезно говорить, то в общем-то нормальный начальный хай-фай с хорошим звуком за эти деньги купишь. И главный вопрос, собственно говоря, концептуальный, а именно за эти же деньги беспроводные две колоночки, насколько они уступают или не уступают классической стереосистеме бюджетной? Ну начнем с их беспроводности, потому что у меня в последнее время на канале было много подобных систем, которые бывают вообще беспроводные. В данном случае клепши пошли, как это так сказать, по классическому абсолютно методу, потому что да, они способны принимать беспроводной сигнал и поэтому называться беспроводными колонками, но, например, между собой стереопара все-таки соединяется проводом. Ну какой-где он, вот, смотрите, толстый, красивый, он с четырехштырьковым разъемом. Кстати говоря, прям такой у него хороший профессиональный вид, приятно выглядит. Соединение по проводу между колонками, хорошо это или плохо? Вот честно скажу, задумался над этим и чертова знает. Потому что вот у нас как раз вышло недавно на одно мероприятие в магазине Dr.Head спор на эту тему, потому что как сейчас сложилось вот классическое устройство стереосистемы абсолютно беспроводной, да? Это две колонки, которые включаются в розетки. Есть еще хаб, они между собой никак не соединены, да? Все только по воздуху. Понятное дело, что это как бы теоретически повышает мобильность системы, то есть ты эти колонки действительно можешь вообще разнести как угодно, в какие угодно углы запихнуть, где есть розетки, конечно, да? И между собой они, их ничего не связывается, но можно их там разнести, ну, на любое расстояние. С точки зрения звука и соединение по проводу и соединение беспроводное сейчас уже практически идентичны по качеству. Другой вопрос, что за беспроводное соединение ты должен будешь заплатить гораздо больше денег. Поэтому эти-то и играют в бюджетные ниши. И опять же, здесь ты кидаешь просто между ними провод, это, простите, дешево, сердито и абсолютно надежно. Ты знаешь, что соединение между колонками будет идеально, без задержек, все будет хорошо. Конечно, я не буду обижать сейчас беспроводные соединения, они достигли невероятных высот, и там уже нет никаких проблем, но опять же, это будет сильно дороже. А тут раз-два, проводок подкрутил и никаких больше проблем. И опять же, еще момент. Это две колонки, и это только две колонки. Вам не нужна третья дополнительная коробочка. Ну, ладно, тут мы можем долго рассуждать про эргономику, потому что, да, эта третья дополнительная коробочка, она такая маленькая, что ее говорят, что вообще можно спрятать куда угодно, хоть за телек присобачить, и ее будет не видно, и она не будет вам никогда попадаться на глаза. Да, но здесь зато коммутация вся вот в ведущей правой колонке, и все, никаких проблем. Все можно отмыть прямо сюда. Тут, конечно, классический набор входов, значит, USB, цифровые, естественно, есть Bluetooth, подключение по Bluetooth, но они же беспроводные все-таки. Есть аналоговый вход, о котором отдельные слова будут. И есть, конечно, тот самый HDMI, первый в истории акустики вход HDMI в колонки. И это, естественно, HDMI ARC, то есть для того, чтобы пулять на колонку звук с телевизора и, соответственно, всех источников, которые в него подключены. Поэтому, понятное дело, что это прямой конкурент саундбаров за те же деньги, и даже дешевле и дороже, потому что у тебя полноценная стереофоническая акустическая система, которую можно полноценно использовать с телеком и даже получать кинотеатральный звук. Да, и про кинотеатральный сетап тут явно думали, потому что, естественно, есть выход еще и на сабвуфер. То есть, по правде, с телеком, этими двумя колонками и еще сабвом, ты можешь наградить вообще практически абсолютно хай-файную кинотеатральную систему. Ну, такую, типа, компактную. Впрочем, о том, насколько им реально нужен сабвуфер, еще поговорим отдельно тоже. Понятное дело, что внутри ведущей колонки стоят тапы АЦП, стоят, значит, усилительные модули, причем, ну, на вид реально ничего особенного, ну, такие просто, причем они даже не пишут спецификации, типа, сколько мощи идет на какие там драйверы, понятно дело, что там бямбинг. Но, я опять же думаю, что не указывают они эти цифры по одной простой причине. Для того, чтобы разогнать, например, этот твиттер в рупоре, то там, блин, я думаю, фото 3 вот так вот будет. А это не впечатляющая цифра. Любители автозвука и подростки не оценят. Что я там смог разглядеть, это камешки с надписями АКМ. Как вы знаете, эти три буквы на камешках мне очень нравятся. Сами драйверы здесь тоже абсолютно ортодоксальные. Классическая клепшовая конструкция, значит, дюймовый титановый твиттер, естественно, в рупоре в классическом. Вот там волноводики, все дела. Диффузор здесь целлюлозный, ну, то есть, бумажечка. Но длинноходный, ну, если честно, не очень большой, да все, колонка небольшая, но зато какой порт фазоинвертора. Там вообще подумали о том, как получить из нее баз, конечно. И, в принципе, по матчасти это все. Поэтому сейчас я скажу про дизайн. Дизайн этих колонок мне очень по душе, друзья мои. Потому что, ну, давайте начнем с того, что вот классически это рупорная конструкция. Тут кругленький драйвер. А посмотрите, блин, на гриль. Кстати, магнитный, понимаете, магнитный. Все-таки никаких штырьков. Но вот эта рогожечка, вот эта вот металлическая штучка здесь с логотипом Клипш. Это же просто сразу вот такой вот 49-57 годы. Ой, прям красота. А что под этой рогожечкой? Ребят, вот эта-то фактурка передней панели. Это же, знаете, как называется? Молотковая эмаль, елы-палы. Слыхали про такое? Погуглите, погуглите. Ну, ладно. Потому что вы понимаете, да, что дизайнер этих колонок не просто там, я не знаю, покрасил и сделал пластмассовый корпус, и покрасил вот в этот вот блекло-розовый или голубенький цвет, как все сейчас любят, типа ретро. Нет, он взял и покрыл переднюю панель именно этой молотковой эмалью. А что это такое? Это штуковина, которой красили все вот эти вот советские военные приборы. Вот это все из кабинета ОБЖ, понимаете? Станки эти фрезеровочные 50-х годов. Вот все это, вот эта фактура. Идеальное попадание в стиль. И те, кто помнит те самые предметы старые, да, середины прошлого века, вот они такие. Причем это промышленные предметы. Это не какая-то там бытовая ерунда. Это что-то такое, что должно работать веками и супернадежно. И при этом, честно, я не знаю, оценят ли зумеры вот эту вот тонкость наблюдения дизайнера. Ну, потому что откуда им знать, что такое молотковая эмаль? Они в глаза не видели никогда. А я, конечно, как представитель потерянного поколения X, очень ценю такой бумерский шик. Теперь вернемся обратно к матчасти. Значит, как я уже сказал, ничего такого невероятно живописного внутри нет. Классические усилительные модули в классе D. Ну, то есть, в принципе, что ждать от этих колонок? Не знаю. Включил, сел. Вот, блин, сразу понятно, что эти колонки делают люди, которые знают, как делать акустику. Hi-Fi ли это? Безусловно. Составляет ли он конкуренцию традиционному стереофоническому сетапу с проводами за те же деньги? Блин, да. При этом, я, знаете, что подумал? Что на самом-то деле, это и есть абсолютно классическая Hi-Fi стереофоническая система. Проводная. Ну, провод-то есть, только все усилители и коммутация, соответственно, да, запихнуты в одну внутрь колонки. То есть, у вас не стоит отдельным блоком усилитель. А так, суть-то та же. Правда, здесь все традиционно в предельной степени. И это касается особенно аналоговой части тракта, потому что, ребята, там же есть еще и фонокорректор. Опять же, на микрухе вроде бы ничего такого невероятного мы не разглядели, когда раскрутили эту колонку. Но я бы оценил качество этого устройства в 1015-20, если покупать его отдельно, понимаете? Это очень хорошая вещь. И для бюджетной вертушки вообще полностью закрывают все вопросы. Винтажная моя Yamaha с бронзовым артофоном сюда вписалась абсолютно идеально. Как по звуку, конечно, так и по стилю, понятное дело. И получается, что вот да, у вас стереофоническая система из двух колонок, на которой можно и по блютузу играть, да? И при этом у тебя телек на стене, с которого по HDMI сюда играет. Вертушка на столе рядом, в которой без всяких дополнительных коробочек тоже идет звук. Ёлы-палы! И ведь играют они, правда, хорошо. Потому что здесь самое главное, здесь очень продуманная, хорошая, ну как это, правильно сделанная фактура и подача звука. Они играют тепло, они играют легко, живо, у них там и бас такой бархатный присутствует. Понятное дело, что детали здесь можно получить не здесь, в целом можно получить и побольше. Но здесь именно сама подача, вот она на физиологическом уровне, например, ну просто я оторваться не могу. Это в каком-то смысле тот самый еще и ретро-звук тоже, да? Который такой вот теплый, жирненький. И вот он создает ощущение, что ты да, да, вспоминаешь, как оно на самом деле должно было быть. В те самые славные времена молотковой эмали. А напоследок вам, ребята, история про басы. Для этого мне понадобится пульт. У них же есть и пульт, ребята, если что. Значит, короче говоря, бас. Понятное дело, что из такой маленькой колоночки вы не можете получить бас, если специально не подкрутите немножечко АЧХ, чтобы она там торчала внизу повыше. Но плюс к этому, естественно, задействована ДСП. Здесь есть специальная настроечка, вот она здесь включается. Ага, с пульта, который называется что-то типа динамический бас или что-то такое. Ну, короче говоря, там есть два положения. Типа одно чутка наваливаем бас, а другое сильно наваливаем бас. Это типа такая тон-компенсация. То есть бас увеличивается по мере снижения громкости, ну, чтобы у вас было ощущение, что у них всегда есть басок. Да, а то, значит, когда ты убавляешь сильно громкость в таких маленьких колонках, он пропадает. И эта штука действительно работает. Причем работает настолько, что они в максимальном положении этой настройки настолько много баса наддают, что один мой скандинавский коллега написал, что, мол, в этих колонках вообще кроме баса ничего нет. Это слушать невозможно. И вообще это полный фуфил. Из-за чего Клипш так напрягся, что выпустил специальный апдейт. Как раз он вышел ровно в момент, когда колонки приехали ко мне на тест. Значит, апдейт скачиваешь специально на флешку, значит, там какой-то файлик. Вставляешь здесь в порт USB, 3 минуты они там и раз, все настроилось. И, кстати, удивительно, что вот такая штука так легко апгрейдится. Спасибо, ребят, подумали. Ну, так вот, короче говоря, теперь здесь 3 положения настройки этого самого баса. Есть, значит, помощнее, есть чуть менее помощнее и есть, типа, без него. Последнее положение АЧХ как бы пытается быть ровной. Кстати говоря, даже есть картинка этой самой АЧХ. Клипши присылаю всем клиентам. Вот, посмотрите, как она выглядит. Ну, по сравнению с максимальной, понятное дело, что она приближается к ровной АЧХ в какой-то степени. Еще раз скажу, да, что вы должны понять, что из таких маленьких колонок баса вы не услышите, если сделаете там реально ровную АЧХ. Ну, сорян, так не работает. Вот, наши уши устроены по-другому. Ну, а в результате у вас широкий выбор предустановок. И честно сказать, что когда ты совсем выключаешь, ну, они у меня стоят, видите, в, так сказать, открытом поле действия, да, совсем без добавки баса, играют суховато. Опять же, если вы поставите их на полку прямо к стенке, я думаю, они без этой настройки, и наверняка тот скандинавт так и слушал, они наверняка при отключенном вот этом вот басовом, как это, бусте, вот, они наверняка будут давать басы и то дофига. Но я остановился на среднем режиме работы, в нем он как-то вот прямо абсолютно адекватно воспринимается. И знаете, что, воспринимается он настолько адекватно, что я не понимаю, зачем там выход на саб при таких способностях. Реально баса они играют дофига, если включить еще вот это вот кнопарь, вот этот, так там, прям, реально страшновато становится. А у стенки, если поставить саб, зачем тут вообще саб? Если, понимаете, сейчас что получается, то клипш вам делает, раньше они делали акустику, а теперь они делают вам полноценный начальный комплект хай-фая из двух колонок с, блин, фонокорректором, блютузом и еще и HDMI. Да, и крутилочки же еще, крутилочки, да, вы видите их, между прочим, на железной панели и сами металлические. Ой, так с приятным перещелком так двигаются. Все-таки разврат.